Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области хотят создать фонд арендного жилья. Предполагается, что оно будет предоставляться сотрудникам промышленных предприятий и учреждений бюджетной сферы. Заявку на создание жилого фонда Кировская область направила в Дом РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова зампреда областного правительства Алексея Жердева. Начать строительство арендного жилья планируется в 2024 году. Оно должно дать возможность привлечь в регион 10 тысяч работников. ТАСС добавляет, что Дом РФ планирует реализовать подобные арендные проекты в Туве, Липецке, Иркутске, Тюмени. Экономика. За год на четверть выросла цена на квартиру в новостройке в Кирове. Цифры приводит Кировстад. Сейчас средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в нашем регионе 80 тысяч 170 рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке квадратный метр стоит 68 тысяч 67 рублей. А в некоторых регионах Приволжского федерального округа стоимость жилья за год даже упала. Так, снижение стоимости на вторичном рынке зафиксировано в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях. В Кировской области задержали пособников террористической организации. Сотрудники ФСБ задержали пособников организации Хаят Тахрира Ашам. Она запрещена в России. Действует в Сирии. Установлено, что они, разделяя идеологию организации, следуя инструкциям, перечисляли деньги на счета боевиков. Полученные средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Во время обысков в квартире задержанных были найдены религиозная экстремистская литература, средства связи и платежные инструменты. В Кирове возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Мария Гожевникова, новости экономики в Кирове.